Продолжение следует... Взять и поговорить о доброте. Сегодня мне бы не хотелось, чтобы все получилось именно так. Вот только потому, что случилось какое-то событие, мы поднимаем эту тему. Но, тем не менее, доброе дело, которое уже совершено, нам просто не терпится поделиться и нашим телекомпанией, и нашим друзьям и партнерам нашего канала, благотворительному фонду «Дари добро». Поэтому сегодня у меня в студии его председатели и директоры Дмитрия Литовко и Алексей Алексеев. Добрый вечер. Добрый вечер. Очень приятно встречаться по хорошим поводам. Вы буквально только что, фактически, с колес, что называется, вы вернулись из Липецкой области. Да, из города Лебедянь. Из города Лебедянь. Кстати, для справки, для наших телезрителей, город с населением меньше 20 тысяч человек, совсем-совсем маленький, гораздо меньше нашего Солнечногорска, но имеет статус района. Насколько я знаю, там идет именно Лебедянский район. И вот в этом маленьком городке, который находится за сколько километров от нас? 440. За 440 километров от нас. Что же вас туда потянуло? Почему вы туда поехали? Я думаю, в фонд обратился человек, это была жена племянника ветерана с историей, с историей жизни Нины Владимировны Безлепко. Рассказав об этой истории, мы начали думать, как же помочь ветерану, что мы можем сделать. Конечно, мы эту историю с наших соцсетей, с нашей информацией передали председателю, потому что вопрос был серьезный. И, пройдя всю войну, ветеран, на данный момент у него не было жилья, и к нам обратились с такой просьбой, как-то помочь решить эту проблему. Я думаю, может быть, более подробно расскажет Алексей Олегович. Алексей, да, вот смотрите, вот ситуация, очень, конечно, не хочется называть ее типичной, да, ветерана Великой Отечественной войны, участница. Она участница Великой Отечественной войны. Ей 96 лет, у нее нет жилья. Вы знаете, почему так получилось? Вот даже когда вы разбирались, вникали в эту историю, чтобы помочь. Ведь неужели в нашем государстве людям необходим в благотворительный фонд обращаться для того, чтобы участнику Великой Отечественной войны жильем обеспечить? Знаете, я не могу отвечать сейчас за кого-то, да, то есть мы отвечаем за себя в первую очередь. К нам обратились и непосредственно начали проверять, да, то есть почему так сложилось и так далее. Проверили все документы, да, это действительно участник. Мало того, что она еще инвалид второй группы. Вот. Она жила с мужем, муж умер, вот, и уже больше 10 лет. И, ну, жили они в частном доме. То есть, назвать частным домом это тяжело, да, то есть это построить еще... Даже если мы с вами посмотрим по кадрам, вот вы привезли немножечко видео и фото, то есть она, получается, вот в этом доме всю жизнь прожила, да? Нет, это даже дом племянника, то есть тот дом, в котором она жила, он просто разрушился, вот, и фактически на него ни документов, ничего нету, вот. И, ну, все-таки есть добрые люди, да, то есть и родственники, да, то есть они... Она живет в семье племянника. Да, в семье племянника. Это единственный родственник, который у нее остались, да, то есть они взяли ее к себе, то есть не дом престарелых или еще куда-то, да, то есть, а именно к себе. То есть она, ну, фактически, да, то есть сейчас на кадрах, если видно, да, то есть что она сейчас, ну, лежит, да, то есть, но в целом еще до Пасхи, да, то есть она очень хорошо себя чувствовала, да, то есть и, ну, сейчас сразу нервничалась или что, но она сама и готовила, и все за собой старалась сама делать. То есть, ну, человек со стержнем, скажем так, внутри. То есть, нет, нет, нет. Я вижу, Дима, ты вручаешь и рассказываешь, да, о том, собственно, что мы приехали уже с хорошей новостью, непосредственно сертификат на эту квартиру. Она поняла? Да, она поняла. Мы просто как получилось. Мы уже, ну, изначально связывались с представителем, ну, вот с супругой именно ее племянника. Мы так аккуратненько просто узнавали, спрашивали про нее, чтобы нам подъехать, вручить сертификат. Она очень ждала нашего приезда, ну, в ряде всяких вот этих... То есть она уже знала об этом, она уже знала, что приедут гости? Я так понимаю, что да, они все-таки не смогли удержаться, потому что нам нужно было тоже немножко собрать информацию о ней. Ну, когда вот этот процесс происходил, сбор информации, мы тоже интересовались, взяли, нашли номер с ней, созвонились. Потому что бабушка, она еще очень переживала за то, что вот, как бы, прожив всю эту жизнь, хотелось что-то оставить на памяти. Потому что у нас же сейчас, ну, и внуки, все равно память о Великой войне, она цена для всех, а тем более для даже семья пусть... Какая разница, там, племянник-то, не племянник, двоюродный, да, это... Конечно. Ну, вас встретили, конечно, и они порадовались. Да, мы только подъехали к дому, сразу же уже вышла Галина Петровна нас встречать, сопроводила. Мы подошли уже, ну, конечно, да, ветеран уже 96 лет, это все-таки такой возраст серьезный, но... Что известно о ней, о самой Нина Петровна, да, правильно? Нет, это Галина Петровна, это у нас... Галина Петровна, а ветерана... Ветерана Нина Владимировна. Нина Владимировна, да, что о ней известно. Вот в 42-м, да, вот вы мне рассказывали, в 42-м году она призвалась... Да, призвана была на фронт. Вот, она воевала на... На Украинский фронт, да, я не помню, какой только, честно говоря, первый или второй, да, то есть... Вот, и непосредственно зенит на артиллерийском батальоне, да? Ну, дедельно, артиллерийском стрелковом батальоне, они охраняли склады и мосты от нападений немцев. Конечно, делиться она этими историями, ну, как мы вот разговаривали с Галиной Петровной, делиться она не особо делилась, потому что рассказывала очень много... Прошло очень много страшных этих историй, и при ней бомбили эти склады и мосты, и она это все видела. Поэтому она не особо делилась этими всеми впечатлениями о войне. Но вот в августе 45-го года она уже вернулась обратно в Лебедянь, в родной город свой, и с супругом они вот жили. Ну, так получилось. Супруг тоже фронтовик у нее, да, был? Да. Супруга давно не стала? Супруга не стала в 10-м году. Вот с 10-го года она переехала к племяннику, ну, опять же, повторюсь, ей покупали продукты, она сама до Пасхи еще даже, она сама готовила себе и поесть. Потому что, ну, а сейчас вот как бы, ну, потихонечку что-то... Когда? Ну, вот сейчас уже непосредственно хочется, конечно, узнать. Вот, наверное, ну, никакой там Америке не открою, да, но, наверное, человек, который помог финансово, конечно же, не хочет, чтобы его называли здесь, не хочет, чтобы о нем рассказывали. Но, тем не менее, как происходил поиск инвестора у вас? Насколько быстро это произошло? Вот даже с момента того, как вы получаете в социальных сетях, вы изучаете историю, вы, ну, подтверждение все необходимое получаете, связываете с родственниками. Как происходил поиск инвестора? На самом деле, как раз, я вот немножко с вами не соглашусь, что, ну, что человек не захотел, да, то есть, там, себя называть и так далее. А как раз наоборот, у нас сейчас очень многие любят пиариться на этом, да, то есть, и мало кто, наоборот, остается в тени, да? Я просто, знаете, Алексей, вам тут сейчас возражу, просто часто мы, когда рассказываем о наших, вот даже по нашему округу, да, у нас есть традиция, вот, Дмитрий и Литовка у нас ежегодно, мы подводим итоги вместе в конце года о доброделах округа, да, и это не обязательно жители нашего округа. И, как правило, те, кто совершают такие реальные добрые дела, хочется рассказать, хочется непосредственно спросить вот у этого человека, может быть, даже показать его людям, рассказать о нем историю. Они, как правило, всегда не хотят. Ну, это, знаете, наоборот, Потому что как раз и считают, вот, как вы говорите, считают, что кто-то может подумать, что я тут пытаюсь пиариться на таких вещах, ну, в целом, может быть, это и правильно, это так, наверное, и должно быть, да, то есть, доброта должна быть, как бы, и, с одной стороны, не афишируется, но, с другой стороны, мы тоже не можем об этом сказать, да, то есть, показать пример, что вот есть действительно люди, такие, которые готовы помочь, вот, обратились нам, то есть, ну, где-то с нового, Нового года мы начали это все дело, да, то есть, и, конечно, мы торопились, вопрос очень тяжелый, во-первых, потому что, а, это, ну, все-таки финансы, да, то есть, второе, да, то есть, то, что подавали на улучшение, там, и так далее, площади, да, то есть, и суды, и все проиграли, то есть, они фактически, юридически, ничего, ну, то есть, мы не могли ничего сделать, да, то есть, мы поняли, что нужно искать все-таки инвестора, да, то есть, и, слава богу, мы... Если говорить о муниципальном жилье, этого тоже не предоставилось, такой возможности, я так понимаю. Нет, нет, к сожалению, нет, вот, и начали поиск инвестора, вот, и, ну, хорошо, что нашелся друг, скажем так, фонда, да, который, вот, он решил помочь, и, знаете, это знаково, как раз 9 мая, да, то есть, как раз Дню Победы, и хотелось бы быстрее к этому времени сделать, да, то есть, потому что, ну, Ну, как я уже, наверное, ранее говорил, что, ну, надо какое-то знаковое что-то сделать, да, то есть, не только просто память, да, скажем так, почтить, то есть, святые принести на могилу, это нужно, конечно, обязательно, но в то же время нужно что-то сделать и знаковое, да, то есть, и, конечно, нам хотелось и к 9 мая сделать, вот, чтобы у нас это получилось, ну, с Божьей помощью у нас это все получилось, скажем так. И, то есть, этот инвестор, он не местный, да, он не из Ночногорского округа, он с Москвы, вот, но у него родственники также есть непосредственно в Липецке, вот, ну, в связи с тем, что там городок все-таки тоже не маленький, да, то есть, и все друг друга тоже знают, и узнали эту историю, и все, и он решил. В Липецке, наверное, вообще они там все, да, эта история просто, наверное... Знаете, на самом деле, как бы... Ее знают все, наверное, рассказывают и показывают видео друг другу, да, наверное, уже... Я думаю, что, наверное, не очень, потому что мы старались особо сильно это не афишировать, пока это не свершилось, и, на самом деле, когда вот непосредственно уже пришли сертификаты и все вручают... Я уж удивлена, как вас не сопровождают несколько съемочных групп в этот момент. Знаете, не было задачи пиариться или еще что-то, хотелось бы... А дело не в задаче, дело в том, что, ну, у нас люди так устроены, я думала, родственники, наверное, устроены. И сначала совершить все-таки дело, да, то есть... И самое интересное, что, когда вот вручали сертификаты и все, да, то есть и спрашивали, и непосредственно люди, они тоже очень боялись, да, то есть, как бы они почувствовали, что вот оно счастье, чтобы оно от них не убежало, да, то есть вдруг мы посчитаем, что они там что-то недостойны, да, или еще что-то. Это прямо видел, ну, видно было в глазах. Мы пытались убедить, что все, все хорошо, вы не переживайте, мы сейчас едем в ФЦ, там все оформляем, все как бы... Что все по-настоящему, да? Да, 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 они до конца не верили, да, то есть, что это может произойти, вот, и, наверное, все боялись, как бы, вот, не испугать удачу, скажем так. Сама квартира, где она находится, которую приобрели? Квартира находится практически в 50 метрах от ихнего дома, в котором они поживали. А, то есть это там не частный сектор, получается, вообще вот... Там практически, нет, там практически центр города, рядом с администрацией, ну, когда... Просто так даже и не скажешь, смотришь по вашим кадрам, где вот, например, тебя один встречают, и видишь калитку, видишь территорию дома, у меня возникает ощущение, что, наверное, какой-то частный сектор или СНТ, это в городе? Это в городе, это как бы, да, это улица 60 лет октября в городе, ну, получается, где-то 60 метров, и... Нет, не 60, где-то метров 100 от этой улицы уже начинаются, ну, как дома, обычные магазины. Запанельные дома это, да? Да, ну, и там администрация, это получается такой, как бы, у них немножко центр города. Вот, и там как раз вот это вот отремонтированное здание, капитально отремонтированное, как, ну, я не знаю, я для себя считаю, что это практически новостройка, потому что все варианты, которые мы перед этим ездили, смотрели, ну, конечно, хотелось, чтобы это жилье послужило, не просто, ну, какой-то, знаете, как дать что-то, и все, ну, сделали и сделали, и пусть как будет, так будет. А здесь действительно, да, там хорошая квартира, она с... с хорошими, там, и натяжные потолки в ней, и все. То есть там ремонт уже сделан полностью, да, внутри? Ну, там немножко, там она такая, как под чистовую отделку, там нужно только положить линолеум и поклеить обои. Потому что нам и предлагали такую же квартиру с ремонтом, но мы, как бы, отказались, потому что люди, как обычно, приходят, по опыту знаем уже, по направлению дарить ремонт, люди все равно все это, там, ну, хочется свое. Ну, это нормально совершенно, конечно. То есть абсолютно, ну, по сути, да, осталось чуть-чуть доделать, и можно уже спокойно туда перейти. И выбирали, конечно, чтобы было удобно ветерану, там, и магазины рядом, и, ну, в общем, полностью вся доступность, и почта, и Сбербанк, и все-все-все. А как там еще медицинской помощью обстоит у них в этом городке? Ну, городок, в принципе, вот он может быть и маленький, как Солнечногорск, но у них там все практически есть. Ну, меньше Солнечногорска намного. Даже, я не понимаю, да. Да, уменьше тысяча, это, наверное, сравнить, если с Высоковском можно только в Клинском районе. Мы тоже вчера приехали, у нас так было, ну, интересно, мы все сравнивали с Солнечногорской и Лебедяне. Я говорю, раз мы вроде там, надо бабушке цветы купить, с собой же не повезешь, они там завянут. Мы приехали, вроде ездим в магазины, как работают. Подъезжаем, я говорю, оп, автозапчасти работают с 8 утра до 8 вечера. Я говорю, у нас все автозапчасти с 10 утра до 8 вечера работают. Ну, потому что мы такие тут расслабленные, московские. Ну, вроде вот ездили, да. Магазины там есть. Магазины есть. Я говорю, ну, цветы. Он говорит, ну, может, тут это все-таки Лебедянь, как у нас там, сейчас кто там в 10 часов, там, где ты цветы найдешь? Я говорю, ну, как Лебедянь? Я говорю, если в 8 утра работает автозапчасти, я говорю, в 8 утра это цветы-то мы найдем, да, приехали, там даже круглосуточные ларьки такие же. Ну, такой прям современный город, и все практически есть. Три отделения Сбербанка там у них, и почта, и скорая помощь видна. Даже на въезде, ну, как въезжали в город утром, ну, сотрудники ДПС даже стоят. Я говорю, ну, удивительно, такой город прям... То есть там есть жизнь? Да. Это впервые такой случай у фонда вашего, когда вот такие командировки случаются? Я, наверное, скажу, да, первый раз такая командировка, прям именно далекая. Здесь-то мы ездим порой, бывает, где-то там в Калужской области, где-то еще... Мы немножко скромничали, да, что там в первый раз, даже тоже квартиру, когда выбирали, подошли с душой, на самом деле. То есть несколько раз туда ездили, выбирали, смотрели, потому что тяжело, город, ну, совершенно чужой, да, то есть мы не знаем. И, на самом деле, квартиру тяжело найти хорошую, да, действительно, чтобы это было достойно, потому что то, что продают, ну, честно говоря, мягко говоря, вызывает просто ужас. Ну, а потом, это не тот случай, когда можно это сделать, там, ну, не знаю, в самом Липецке купить. Вот вообще не тот случай, здесь понятно, что я почему-то спросила про медицинскую помощь, да, вот здесь, как у них все это организовано. Сейчас мы, например, списались с мэром Торжка, да, то есть там сейчас будем открывать тоже свой небольшой филиал. Филиал фонда появится? Да, 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 то есть непосредственно, потому что у нас скопилась и, ну, и одежда, скажем так, да, которую жертвуют, приносят и так далее, да, то есть мы хотим помогать, то есть уже, скажем так, нарастили силы для того, чтобы помогать и дальше, да. С начала года много появилось у вас еще тех людей, которым требуется помощь? У нас ежедневно, ежедневно к нам приходят, ну, порой по-разному, где-то 7 человек в день заполняют заявление. Ну, так мы, если брать среднюю цифру, то 3 человека в день приходят, обращают, пишут заявление, встают на учет фонд. В основном люди просят потребность, конечно, в продуктах питания и личной гигиены. Ну, как вот малоимущие у нас, мы, в принципе, справки с них требуем, они нам показывают приблизительные там зарплаты, еще какое-то состояние. Все равно по человеку видно, что у нас, ну... Нет, я не думала, малоимущие не в плане статуса, я сейчас не в плане юридической формы, я о другом спросила. То есть каждый день? Каждый день. В центр у нас посещают 12-15 человек в день приходят только, вот, ну, в центр приходишь, вот даже порой я спускаюсь, там, девочки на месте. То есть это не только вот те вот свои, которых вы знаете, ну, которых, скажем так, уже под патронаж под некий свой взяли, а их много новых? Ну, на самом деле, когда у нас открылся, вот, непосредственно уже на выстреле, да, то есть дом, и когда мы первый раз раздавали как раз продовольственную помощь, ну, мы думали так, ну, человек, стоп, придет, где-то вот так вот. Примерно подготовили так, ну, запасом решили чуть побольше наборов сделать, ну, так по 200, чтобы на всякий случай было. 500, 34, да, ну, где-то за 500 с чем-то пришло, да, то есть, и мы не ожидали этого. То есть у меня пришли, там, дети, да, помогали, мы как это все вмыли, да, то есть, извиняюсь за выражение, но все это фасовали сами, да, то есть раздавали. И, мало того, знаете, многие люди еще приходили не просто вот, ну, получить, да, сказать, там, расписался и ушел. Нет, многие еще хотят пообщаться же, да. Так много людей, и это Солнечногорск, который 50 километров от Москвы. А что ж тогда, ну, вот мы тут, вы рассказываете, как раз историю, мы говорим о Липецкой области, что ж тогда чуть дальше отъехать-то, если от региона у нас в плане потребности в помощи? Ну, поэтому и хочется помогать дальше, да, то есть, и как-то, ну, развиваться, скажем так, да, то есть, если у нас есть такая возможность, почему нет, да, то есть, понятно, что можно ждать, там, какую-то помощь, там, государству или еще кто-то должен. Мы сами можем, если это сделать, почему нет, да, то есть, какие-то вещи мы можем решить и сделать сам. Вы делаете великое дело, это без, вот, правда, безо всякого пафоса, безо всего, действительно, это великое большое дело, и это очень здорово, что еще находятся и другие люди, которые вас понимают, у вас это получается найти этих людей, как раз найти этих инвесторов. Я не хочу ни в какую полемику вступать, ну, для меня лично, да, это ненормально, ну, почему участница Великой Отечественной войны, у нее нет жилья, и почему это нужно, ничего, да, против, ну, почему это нужно делать, я этого не понимаю, почему через благотворительный фонд, почему нужно искать инвестора, кого-то, кто может помочь, вот, который купит, я не понимаю этого, и, наверное, есть у меня, будет, среди аудитории люди, которые тоже, как и я, этого не понимают, как так-то вообще, как так. Мы стараемся что-то изменить, что-то сделать, потому что, ну, да, можно, конечно, с одной стороны, проще сидеть, да, то есть так вот, и возмущаться, почему вот не это не сделали, это не сделали, а вот самому подняться и что-то сделать. Не обязательно, ну, ждать там каких-то инвесторов, да, то есть вот у меня нету сейчас денег, я не могу ничем помочь. Знаете, у нас девочки, которые вот принимают одежду, да, то есть и выдают ее и так далее, они волонтеры, они бесплатно, да, то есть они это делают, они приходят как на работу практически, да, то есть и делают это вот просто так, то есть можно помочь даже иногда элементарным, да, то есть сколько у нас там происходит мероприятий, да, то есть девчонки, да, то есть откликаются, приезжают, да, то есть делают, проводят, да, тратят и свое время, да, то есть самое главное. У нее нет возможности, например, помочь финансам, у нее есть время, да, которое она может посвятить кому-то, да, то есть там ту же Ленинскую больницу съездить, да, то есть, извините, там, той же бабушке, да, которая там лежит, Ей нужно банально просто внимание и мороженое. То есть она радуется, как ребенок этому мороженому. Простому человеку легче понять проблемы другого простого человека. Но как хочешь говорить об этом или не хочешь говорить об этом, все равно здесь в данном случае все упирается в финансовые возможности. Потому что даже элементарно, чтобы купить квартиру, никто из нас так просто не может взять и купить квартиру. Себе не можем купить квартиру в ипотеках все. А найти тех, у кого есть эти финансовые средства. Среди тех, у кого есть такие финансовые возможности, не всегда находятся такие же простые люди. Как вы находитесь общий язык? Наверное, просто люди... Мы давно же находимся здесь, работаем с людьми. Многие нас где-то... Мы не общались. Просто когда мы уже с людьми встречаемся, мы с ними поговорили, чаю попили вместе, они понимают, что мы, может быть, не какие-то люди, которые пытаются что-то там себе заработать или что-то сделать, действительно, они видят то, чем мы горем. Весь фонд горит одной... Оно, как говорится, одним порывом, это помочь человеку чем угодно. Но нужна ему такая помощь, мы ему поможем так. Мы не оказываем финансовую помощь. Это сразу я хочу сказать, потому что люди многие посмотрят. У нас начинают сейчас приходить люди, они говорят, мне нужны деньги, у меня там этот. Мы не оказываем финансовую помощь никому. Вещи, продукты, питание, какие-то средства гигиены, реабилитационное оборудование, все что угодно, но только не деньги. Потому что я понимаю, что очень много так же мы видим, много людей, мы общаемся с разными фондами. И здесь у нас так же анализ идет, как у организации, мы видим, в чем больше потребности у людей сейчас, в чем меньше. И вот тут же мысль, я вернусь к старому разговору про торжок, мы видим, что у нас здесь, допустим, с той же вещевой помощью за эти 5 лет, я так думаю, что фонд обеспечил всем необходимым, всех, кто у нас был в районе. Если к нам раньше приходили, у нас, допустим, получаемых вещей было меньше, чем выдаваемых, то сейчас у нас получаемых вещей намного больше, чем тех, кто за ними приходит. Если у нас здесь такая есть проблема, значит, в регионе она еще острее стоит. Поэтому мы хотим, все равно найдутся люди, такие же добровольцы, активисты, которые там будут помогать. Понятно, что мы не сможем сейчас там ежедневно работать, как у нас здесь фонд работает, но хотя бы два раза в неделю мы сможем туда и привозить, и там также оказывать помощь. Что у вас дальше в планах сейчас, в ближайшее время? На 26 мая запланировано очень такое масштабное детское мероприятие. Мы начали немножко готовиться, совместно с техцентром, учебным центром Орлана, автошколой Орлан, совместно прорабатывать детское мероприятие. Подтвердил свое участие ГИБДД. Они поставят интерактивную площадку, сотрудники приедут, будут рассказывать детям о правилах дорожного движения. Приедет военная... Это только ко дню защиты детей, да, я так понимаю? Ну, да, мы решили ко дню... Ну, как бы, чтобы праздник был не только праздник для детей, но еще, чтобы он нес какую-то нагрузку такую... Информационную, интересную. Информационную, да, интересную. Поэтому у нас там даже подтвердили свое участие и МЧС будет. И будет гражданство инспекции... Вот, инспекция маломерных судов приедет, тоже будет детям рассказывать правила порядка поведения на воде. Военная автоинспекция приедет, будет рассказывать, что это такое. Также будет рассказывать детям о правилах дорожного движения. Плюс они привозят с собой полевую кухню и автоматы, чтобы дети могли поразбирать, пособирать. Но самое интересное на этом мероприятии, наверное, будет то, что автотехцентр будет катать. Будет трансфер осуществлен с железнодорожной станцией для людей, будут привозить на эту площадку, также увозить. Помимо этого у нас планируется очень такая интересная лотерея, где главный приз будет, сертификат на обучение бесплатное в автошколе на категорию Б. Мы сначала хотели категорию Б, но потом подумали, может быть, и как-то без категории. Но вы уже, соответственно, все возможными источниками, способами информацию уже доставили, уже анонсирование идет у вас, нет? Или вы впервые у меня здесь в студии об этом рассказываете? Мы информацию разместили два дня назад. Но там еще, что будет интересно для подростков, сам директор автолицея предложил, будет как первый урок бесплатного вождения. Дети придут и смогут на учебном автомобиле с инструктором проехать площадку, норматив этой площадки. Можно сказать, вроде как и покататься и попробовать первоиздать экзамен на машине. Спасибо вам большое. Спасибо большое, что рассказали. Приехали, рассказали всю эту историю. Вам огромное спасибо, что вам очень это интересно и что вы нас пригласили. Потому что действительно хочется это рассказать. Такую историю хотелось поделиться, честно. Очень хотелось поделиться. Да, чтобы и люди увидели, и может быть, чуть-чуть добрее. Мир станет нашим. Спасибо большое. Вам спасибо. Спасибо большое. Спасибо.